Сериалом 12-го Семерного Конгресса Международной Геопатопанкрибулярной Ассоциации Хочу попросить выступающих поддерживать регламенту 10 минут максимум и 3-5 минут для обсуждения Пожалуйста Уважаемые коллеги, очень маленький регламент, чтобы остановиться на всех интересных темах, которые позвучали на последнем Бразильском Конгрессе Сам Павло, с натянем попробуем это сделать Значит, будет, да, презентация Бразилия оказалась гостеприимной стороной, но, к сожалению, по организации самого Конгресса осталось очень много вопросов Всего участвовало 2200 делегатов из 89, по-моему, стран Ну, собственно говоря, на этом вся статистика Конгресса и заканчивается, поскольку никакой информации больше не было предоставлено организаторами Из России было представлено 34 доклада Спасибо большое И единственный доклад был посвящен лапароскопической сосудистой реконструкции при лапароскопических панкреатобиогнальных резекциях Несколько слов по поводу прогноза организации IPMM Но существует большое количество консенсусов международных национальных, которые посвящены этой проблеме, обилии которых, собственно говоря, о том, что тема не решена Два ведущих консенсуса были, собственно говоря, разработаны в 2006 году Синдейский и в 2012 году Фокок Они ориентированы на большие факторы риска и промежуточные факторы риска, которые, тем не менее, согласны этому большому металлолизу, который обширно везде цитируется, сингапульский автор Показывает, что, в общем-то, этот консенсус не очень работает в оперированных пациентах И показан в связи с этим поиск новых путей наблюдения за пациентом с IPMM И, собственно говоря, как оперированных, так и не оперированных Не переключается у меня слайд, пожалуйста, будьте любезны, помогайте Не переключается слайд Очень жесткий регламент Слайд не переключается Слайд переключите, пожалуйста Значит, соответственно, необходимо удлинить сроки, так сказать, наблюдение за теми пациентами Как за оперированными, так и не за оперированными пациентами Но колоссальное интересное прежнее вызывает тема ЛППС. Само обсуждение проходило в формате фейс-то-фейс. Защитником был Пьер Алан Клавьен, его оппонентом выступал Жан Николас ВСА и Сэнди Андерсон. Говоря о недостатках методики, Клавьен приводил уже известные данные, что, конечно, оптимальным кандидатам остается не более 60 пациентов с колоритальными метастазами. И, конечно, что необходимо работать над минимизацией травмы на первом этапе операции. Говоря о, так сказать, аргументах пользы этой методики, Клавьен привел данные о том, что методика, по некоторым данным, чаще, чем двухэтапные взятия, с которыми как этапом сравнилась операция ЛППС, приводит к завершенному второму этапу операции. И, с точки зрения Клавьяна, была одинаковая онкологическая радикальность двух операций. И, собственно говоря, заканчивал свое выступление, коверен тем, что, по его мнению, ЛППС не преимущественно перед двухэтапными метастазами, потому что достигается более функциональной гипертрофии. Остатка изначально, размер будущего остатка, он меньше, чем при ЛППС, короче расстояние между двумя этапами и, соответственно, большая частота завершенных резекций. Значит, его оппонент, защищая двухэтапные резекции, говорил о том, что, если правильно выполнять портоэмболизацию, то можно достигать трехкратного лечения будущего остатка печени, что, в общем, говорит о том, что методика приближается по эффективности к ЛППС. Но совершенно, конечно, шокирующими данными были следующие, что онкологическая радикальность двух операций сравнивалась и установлено на сегодняшний день, что медиана выживаемости при ЛППС не отличается от оперативного лечения, состоялась уже 25 месяцев. В то время как достоверно выше эти же показатели для двухэтапных резекций. Поль Брюс приводит данные 48 месяцев, а Диандресом 57 месяцев. То есть, что, в общем-то, говорит сама за себя. Вот это совершенно шокирующий слайд, который немножко расходится с теми данными, что Олег Григорьевич приводил. Вы видите, что пятилетняя выживаемость после двухэтапных резекций не 28%, как Олег Григорьевич, а 50% у АТИ на этом слайде. Ну, видимо, это их опыт. А трехлетняя выживаемость после ЛППС всего лишь 13%, при том, что госпитальная летальность в два раза выше после ЛППС. Ну и, собственно, я разрешаю выступление оппонент Каламьона. Я, в общем, камня на камне не оставил этого аргумента, в том, что, так сказать, неэффективность гипертофии печени после портой ренозной эмболизации – это, в общем-то, казуистика. При грамотном выполнении, по слову, что двухэтапные резекции и ЛППС выполняются по одинаковым предварительным объемам будущего остатка печени. И, в общем-то, действительно имеющая место высокая скорость гипертрофии при ЛППС никак не коррелирует с результатами, как с ближайшими, так и с отдаленными, то есть они плохие. Ну и, собственно говоря, малотравматичная методика ЛППС, она, в общем-то, не отличается по степени гипертрофии от двухэтапных резекций. Много внимания было уделено параскопическими лицами печени. Общее число публикованных наблюдений – 9,5 тысяч. Ежегодное число растет. Публикации последние годы до 2000 в год публикуются наблюдения. Рост, в основном, происходит за счет публикации пациентов оперированных годов ГЦР лапароскопически, что косным образом свидетельствует о том, что все-таки лидирует в этом направлении, как обычно, страна Юго-Восточной Азии. Стремится к ныду послеоперационной летальность. Но, тем не менее, конечно, тема остается не до конца изученной. Требуются больше материалы по обширным резекциям, по трудным локализациям опухоли, именно лапароскопическим доступом, по числу и размеру метастазов. Ожидается отсутствующие пока рандомизированные исследования. И, несмотря на то, что два консенсуса уже приняты по лапароскопическим ревицам печени, пока очень много скрутских моментов, которые окончательно не изучены. И, собственно говоря, тем не менее, накопленный мировой опыт уже поздно в этом году анонсируется образование создания Международного общества лапароскопической хирургии печени. Первый конденс, который планируется провести в следующем году. Несколько докладов по ковертальным метастазам. По-прежнему пользуются большим спросом информации по исчезнувшим метастазам. Доклад профессора Павлика Изам Диандерсом, который показал, что действительно частота исчезновения метастазов находится в прямой зависимости от числа проведенных курсов неодиантной химиотерапии. И, как таковым, исчезнувший метастаз не является исчезнувшим, потому что у 25-80% больных наступает рецидив заболевания в месте исчезновения этого метастаза. Оптимальным способом остается МРТ, диагностики, но даже полный радиологический ответ не коррелирует с морфологическим ответом, потому что у 30-40% больных возникает рецидив в локусе исчезновения метастазов. Но, тем не менее, если использовать хорошо работающую химиотерапию, то у этих пациентов, как правило, можно добиться хорошей длительной выживаемости, хотя, конечно, эти зоны желательно резюцируют, но, тем не менее, опять же, возвращаясь хорошо работающей химиотерапией, у некоторых больных, правда, у каких, непонятно, эти локусы можно не резюцировать. Еще больше интересовался в докладе Ринадома, посвященный тактике лечения пациентов с метастазами кулакторного рака в печи и с внепеченочными очагами поражения, о чем говорил Валерий Григорьевич сегодня. Естественно, основами лечения у этих больных обсуждается традиция печени, надо ли у них делать? Да, видимо, надо, потому что выживаяность этих больных будет лучше, чем неоперированных, особенно она будет хорошая, и она будет достигать 22%, как было показано в докладе Валере Григорьевича, 5-летняя выживаемость, если полностью удаляются внепеченочные метастазы. Но надо ли оперировать больных, у которых, так сказать, внепеченочные метастазы неудалимы? Значит, Ринадом считает, что надо, потому что таким образом достигается, так называемая, промежуточная выживаемость, которая хуже, чем если бы метастазы были удаляемы, но она лучше, чем у неоперированных больных. Совершенно, так сказать, выносящий мозг докладов, который был абсолютно, так сказать, неожиданно для большинства аудитории, это доклад Нарвежцев о пересадке печени при метастазах кулакторного рака. Первая операция была выполнена в 2006 году, совокупный опыт. Сейчас эта операция составляет у норвежцев около 90 пациентов. Как говорит Ринадом, Норвегия является не только поставщиком селедки и сенги, но еще поставщиком печени, донорской печени для всей Европы, поэтому они могут себе позволить такие эксперименты. Достигнуты 74% 5-летнего живого из этой группы больных и на основании своего опыта норвежцы считают, что эта операция безопасна и должна быть оптимальной опцией у пациентов с нерезитабельным метастазическим поражением печени при отсутствии внеопеченочных очагов, при наличии химиотерапии, которая работает и которая, тем не менее, не позволяет провести конверсию поражения печени в резитабельной форме. Конечно, у этих пациентов наступает прогрессия у многих из них. Чаще всего это легкие, не менее 50%, но там метастазы растут медленно. Если их инвестируют, то, собственно говоря, возможно и достижение от этих показателей 74%. И последний, собственно, такой потрясающий доклад, опять же, разрушая все привычные стереотипы, это тактика лечения больных с протоковой динокарциномы поджелудочной железы с метастазами в печени. Доклад из Хейнгельберга, не первое их выступление, в том числе в Бразилии, авторы показали, что есть достоверное отличие от пациентов, которые оперированы на печени и поджелудочной железе, по сравнению с неоперированными больными. Значит, не было отличий по выживаемости в зависимости от того, были ли это метастазы синхронные или метахронные, если пациенты были резицерены, естественно. Не влияло число метастазов, не влияло размер метастазов на выживаемость, и на основании этого авторы пришли к поводу, что если технически можно убрать метастаз, а именно локализация метастазов для выживаемости, то можно добиться 10% 5-летней выживаемости. Она будет достоверно отличаться от той выживаемости, которую, собственно говоря, мы имеем у неправильных больных. Но, собственно, выводы очень короткие, что мы абсолютно вписываемся в тренды, я имею в виду страны СНГ, по уровню хирургии, в тренды мировой хирургии, и поэтому можем совершенно спокойно участвовать в различных мультицентровых исследованиях, и к чему надо, конечно, стремиться. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Особенно за последний слайд, хотя все будет в телеграфном стиле, но прекрасно. Спасибо. Отличное сообщение. Да. Отличное сообщение.